Приветствую вас, Вадим. Я бы сказал, что одним из таких вот важных моментов, на мой взгляд, а здесь это чувство вины, то есть это такое вот неуважительное как бы отношение к вам, ну к вам самому, к вам, к самому себе, неуважительное отношение к тому, что вам хочется, на первой взгляд это кажется немножко странным, вот как это вообще связано между собой, но тем не менее, вы говорите, что расстались вы с девушкой из-за вас, вот и далее вы приводите какие-то основания, для этого как бы по факту, если мы говорим, то никаких оснований, у которых вот были бы виноваты, например, только вы, нет. А здесь, конечно, ваше участие, ну вот безусловно, есть ваше участие в том, что произошло, именно ваше участие. Ну, это как бы ответственность, в том числе еще и девочка, которые тоже, ну, как-то вот вкладывались в отношения, которые, которые не составили себя как-то вот адекватно. И это тоже такой вот достаточно важный момент. То есть вам, на мой взгляд, не нужно себя именно винить в том, что, ну, именно в том, что произошло. Себя, именно себя винить, ну, именно себя винить. Как бы разобраться с ответственностью своей можно и нужно. Это правда. Ну и в принципе все. Больше вы все равно ничего не сделаете. Вот. То есть, ну, можно разобраться с твоей ответственностью за то, что произошло, да, но не более того. Так же я хочу обратить ваше внимание на агрессию, которая у вас, ну, вне всякого сомнения, да, присутствует. Так что я надеюсь, надеюсь, вы не будете с этим спорить вот с тем, что, ну, вот, что агрессия у вас имеет. И мне думается, что в основе, в основе агрессивности лежит страх. Страх перед какой-то угрозой, может быть, страх перед какой-то опасностью, которую вы вот сами, может быть, чувствуете. Которую вы сами, может быть, ощущаете. И вам нужно для себя постараться выяснить, что это такое. То есть, вот, что, ну, что постарает от себя опасение, этот страх. Тут страх. Какие угрозы. А с каким угрозой, даже, наверное, вы сталкиваетесь. Вот. И, соответственно, в дальнейшем уже иметь какое-то такое более, может быть, полное представление об этих самых угрозах, чтобы выращать агрессию адекватно. Потому что, ну, опять же, обвинять, допустим, себя в том, что вы не контролируете свои, ну, свои вспышки, да. Ну, вспышки, вспышки своей агрессии, обвинять себя в этом, мне кажется, никакого смысла не имеет. Потому что они у вас либо есть, и они как-то влияют на вас, либо их нет. И они на вас, собственно, не влияют никак. Вот, и если бы, если бы, если бы, ага, их не было, чтобы на вас это никак не влияло бы, вот, поскольку это есть, то, естественно, на вас влияют. И, естественно, вы чувствуете себя не очень хорошо. Вот. Поэтому, тут нужно, ну, к этому вопросу нужно грамотно достаточно подходить, да. и лишний раз себя не обвинять в чем-то, ну, в чем-либо. Вот, лишний раз себя не обвинять за то, что вы сделали, например. Ну, а наоборот, наоборот, стараться себя как-то понять, вот. И, ну, если, там, допустим, не прощать, да, то есть, ну, про прощение речи не идет, то я хотел бы, ну, как-то вот, более тонко, более лучше, более полно понимать себя. Слушай, вот, мне кажется, мне кажется, что это, ну, такая вот, достаточно для вас важная, может быть, история, которая, ну, могла бы помочь вам как-то в дальнейшем. Вот, это то, что я могу вам сказать, наверное, непосредственно, вот, исходя из того, что вы написали. То есть, да, без, без каких-то обвинений, ну, вообще, без каких-то, ну, без какой-то критики и так далее, вот. Отдельным пунктом идет, так сказать, значение для вас, девушка. Вот, в принципе, вот, какое значение для вас имеет девушка, что она для вас значит и, ну, в целом, в целом, что она для вас значит. Потому что, если девушка значит много, то и вероятность какой-то такой агрессивности, вероятность не совсем рекордного поведения тоже будет больше. Потому что сверхматизация, вот, потому что такое вот, ну, такое какое-то вот поведение, да, оно не совсем неестественно, скажем так. И это, конечно, накладывает, ну, накладывает свою отчетку, безусловно, на поведение, на ласк и так далее. Вот, что это, вот, что это, в принципе, можно и нужно разбирать. Вот, как мне, по крайней мере, доказывать. Ну, ни в коем случае сюда не обвинять, в том, что произошло. Вот, такой вот ответ я могу вам дать. Я надеюсь, надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя обязательно какие-то выводы сделаете. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Ну, кстати, разрешить ситуацию, не пробегая к помощи психолога, здесь практически невозможно. Потому что, если вы в себе не разберетесь, то поведение обскорится. А если вы с девочкой сойдетесь, то потом будет достаточно сложно. Трое слово, если вы разойдетесь опять, то опять будет сложно. Достаточно сойдетесь. Вот, поэтому удачи вам и всего доброго. Продолжение следует...